Детское радио представляет В воздухе витают удивительные сладкие ароматы Пахнет ванилью, корицей, медом и еще чем-то необыкновенно вкусным Это пекут знаменитые тульские пряники Вот он, свежий пряник Янтарно-коричневый, глянцевито-блестящий, душистый, украшенный тесненным затейливым узором Слово пряник происходит от прилагательного пряный, то есть ароматный, пахучий Первые пряники появились на Руси давно, больше десяти веков назад Назывались они тогда медовым хлебом Готовили их из ржаной муки, ягодного сока и меда Позже в тесто стали добавлять душистые специи и всевозможные пряности В XVIII веке пряники подавались к царскому столу Немецкий путешественник Адам Олеарий писал в своем дневнике Позабавившись охотой, угощал нас царь пряниками Тульский пряник – сладкое чудо России Знаменитое на весь мир лакомство тульские мастера впервые испекли более трехсот лет назад Для теста брали лучшее, что давала щедрая русская земля Пшеницу с черноземных полей, мед слугов Ясной Поляны, молоко из села Адоева Для сладкой начинки варили повидло из вишни, смородины и лесной ягоды Яблочную пастилу для пряников готовили из ароматной Антоновки, привезенной из старинного города Белев Который славился своими яблоневыми садами Пряничных дел мастера, или как их тогда называли пряничники, ревностно хранили секреты приготовления пряников Передавали свое искусство от отца к сыну и в строжайшей тайне держали рецепт теста Даже гирями, на которых вес написан, не пользовались Чтобы никто не мог узнать, сколько муки в тесто идет, а сколько меда Для расчетов пользовались разновесами, камушками, кусочками железных подков Да и те прятали под замок, чтобы никто их семейный рецепт не разгадал К 19 веку в Туле немало было искусных мастеров-кондитеров Но на весь мир тульский пряник прославил Василий Гречихин В нашей Туле пряничников много Взять хоть тех же братьев Белолипецких, Кузьминых или Артель Козловых Да только все же не их, а мои пряники Европам любы были Помню, как на ярмарку Парижскую свой товар привез Кто-то французы двухпудовому прянику великан удивились, радовались А в другой раз и вовсе целый павильон им из тульских наших пряничков построил Шуму было! Охов да ахов! Золотых медалей дали до Гран-при Известное дело, тульский пряник дорогого стоит Пряники бывают печатные, вырезные и лепные На печатные пряники рисунок наносят с помощью специальной пряничной доски Вырезанной из дерева твердой породы В старые времена дерево готовили особым образом Оно должно было вылежаться 10, а то и 20 лет Затем на хорошо высушенной деревянной доске Вырезали красивый узор, да не простой, а в зеркальном отображении И орнамент, и засечки на нем делались так, чтобы тесто не прилипало, легко сходило После доску пропитывали маслом и натирали воском Нелегко было вырезать рисунок на доске А надпись сделать еще сложнее Если резьба мастера была четкая и правильная, то и отпечаток на прянике становился красивым, правильным Эти-то пряники с рисунками и надписями, сделанными при помощи досок, в народе и прозвали печатными Помните в сказке Александра Сергеевича Пушкина «О рыбаке и рыбке» старуха лакомилась как раз таким За столом сидит она царицей, наливают ей заморские вина, заедает она пряником печатным На пряничные доски, настоящее произведение народного искусства, можно полюбоваться в музее тульского пряника Там же хранятся пряники всех размеров и видов, на любой вкус Вот 50-граммовые крохи Горсть таких тульских пряничков легко уместится в детской ладошке А вот пудовый спалин, пряник весом в 16 килограммов Лежит пряник, красуется, но не зазнается Знает, что есть у него браты покрупнее Не так давно тульские кондитеры испекли пряник-гигант Весил он целых 43 килограмма, а длиною был больше метра Был, потому что съели этот пряник тулики на празднование дня рождения своего города Ели, нахваливали и в Книгу рекордов России занесли А вот фигурные пряники в виде подковы на счастье Красавицы в кокошнике Избушки с подсолнухом Золотого петушка Есть в музее и книга с пряничными пословицами и поговорками Поешь овсяничка на место пряничка Без работы пряников не купишь И пряником не заманишь В конце экскурсии по музею вам предложат чашку ароматного чая И, конечно, угостят тульским пряником Свежим, душистым, рассыпчатым Вкусно? Еще бы! Ведь и сегодня, как и прежде, пряники готовят вручную по старинному рецепту И вкус у них тот же, что и 300 лет назад Настоящее чудо России Моя чудесная страна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok